Всем привет! Смотрите, как восстановить данные с RAID массива сетевого хранилища MyDito. Как достать файлы с нерабочего устройства NAS? Сетевые устройства от производителя DynElectronic позиционируются как NAS хранилище без настройки. Для улучшения надежности хранения данных в NAS предусмотрена организация RAID массива первого уровня. В таком случае все данные скопированы на один винчестер будут зеркально переноситься на другой. Это защитит ваши данные от потери. Все же, как и любое устройство хранения NAS рано или поздно может войти из строя. В результате все файлы, которые остались на дисках автоматически стают недоступными. При подключении дисков ПК не всегда удастся увидеть файлы, которые на них хранились, в связи с несоответствием файловой системы или методом записи информации RAID. Операционная система может не распознать диски и при подключении предложит их инициализировать или отформатировать для дальнейшего использования. В таком случае вам понадобится программа для установления данных с RAID, чтобы прочитать и восстановить ваши файлы. Для начала давайте рассмотрим как создать RAID массив на данном устройстве хранения. Для управления дисками нужно попасть в админ панель NAS хранилища. Откройте браузер и введите IP адрес устройства. Введите логин и пароль администратора. По умолчанию здесь это админ и пароль 1234. Далее перейдите в раздел Tools. Вкладка Storage Tools. Устанавливаем отметку включить RAID. Затем указываем нужный тип массива и жмем Apply для подтверждения. В результате вы увидите предупреждение о том, что все данные которые хранятся на дисках будут удалены. Нажмите OK для продолжения. После чего начнется процесс построения RAID. Дождитесь его окончания. Во вкладке Storage Status вы увидите состояние дискового массива. На этом все настройки завершены. В хранилище можно использовать и записывать файлы на диск. В том случае если устройство хранения вышло из строя, доступ к дисковому массиву больше не доступен, собрать RAID и достать из него файлы вам поможет программа для восстановления данных – Hetman RAID Recovery. При поломке нас хранилища информация, которая хранилась на дисках остается не поврежденной, но если подключить диски напрямую к компьютеру, система может не распознать их. В результате доступа к файлам хранящимся на дисках больше не будет. Поэтому понадобится программа, которая способна собрать из накопителей разрушенный массив и достать из него ваши файлы. Hetman RAID Recovery поддерживает большинство файловых систем и типа RAID. Программа поможет вам в случае потери доступа к данным, хранящимся на сетевом хранилище в результате аппаратного сбоя оборудования, поломки контроллера и другой аппаратной части устройства. Поможет восстановить данные в случае поломки после случайного удаления, форматирования, неудачной настройки или прошивки NAS. Для доступа к дискам нужно извлечь их из устройства NAS и напрямую подключить к компьютеру. Диски нужно подключить к компьютеру с операционной системой Windows. Если операционная система ПК при подключении накопителей попросит инициализировать их или отформатировать, не делайте этого, так как восстановить их после инициализации будет сложно. Скачайте, установите и запустите программу Hetman RAID Recovery. При запуске программа в автоматическом режиме просканирует диски, подключенные к ПК, соберет из них разрушенный RAID и отобразит в главном окне. Как видите, в моем случае программа определила тип RAID массива, который был собран из данных накопителей. Для поиска файлов кликните по массиву правой кнопкой мыши и выберите открыть. Выберите необходимый тип анализа. Для начала рекомендуется выполнить быстрое сканирование. Это займет меньше времени. Такой анализ работает в большинстве несложных ситуаций восстановления. Если же программа в результате не нашла нужных файлов, запустите полный анализ. Вернитесь к начальному экрану программы, кликните по диску правой кнопкой мыши и выберите опцию «Проанализировать заново». Выберите полный анализ. Укажите файловую систему и нажмите «Далее». Как видите, в моем случае программа без труда нашла всю информацию, которая хранилась на дисках. Содержимое всех файлов можно посмотреть в окне предварительного просмотра. Отметьте файлы, которые нужно вернуть. И нажмите по кнопке «Восстановить». Затем укажите место, куда сохранить данные. Диск, папку, восстановить. По завершению, данные будут лежать в указанном каталоге. Как видите, восстановить данные в случае поломки устройства хранения не так уж сложно. Главное понимать, что нужно делать и правильно выбрать программу, которая поможет вам восстановить данные из дисков. А на этом все. Надеюсь, данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok